На очереди у нас программа Вести.нет с новостями мира технологий Филипп Трофимов. IT-издания сегодня заняты почти исключительно предсказаниями того, что же покажет Apple на своей презентации. Так чего ждать от одного из главных технологических событий сентября? Это Вести.нет в студии Филипп Трофимов. Сегодня вечером, это если по московскому времени, самая дорогая компания в мире. Apple собирает большую пресс-конференцию. Что там будет представлено традиционно тайны за семью печатями. Что, опять же, традиционно лишь подогревает интерес и дает повод для многочисленных слухов, прогнозов, предположений, которых чем ближе к презентации, тем становится больше. И самое правдоподобное предсказание представит сегодня новую линейку смартфонов. По крайней мере, до сих пор на традиционном сентябрьском мероприятии презентовали именно айфоны. Пока большинство изданий сходятся во мнении о том, что Apple обновит айфон 10, причем сразу двумя версиями. Они будут называться 10s и 10s+. Первая по форме размером будет повторять нынешнюю модель с OLED-дисплеем меньше 6 дюймов. А вот плюс-версия получит экран 6,5 дюймов. Интрига в том, чем будут удивлять. Эксперты полагают, что речь пойдет о каких-то не очень значительных изменениях. Более мощный процессор. Ожидается использование самого совершенного 7-нанометрового техпроцесса. Чуть больше оперативной памяти, улучшение камер. Традиционно некоторые ожидают, что Apple сменит разъем айфонов с нынешнего Lightning на универсальный и общепринятый USB Type-C. Впрочем, в части разъемов яблочная компания крайне консервативна, и шансов на появление чего-то неоригинального немного. А вот в чем сходятся практически все предсказания, так это в появлении новой, более дешевой версии айфона 10. Предположительно, она получит LCD-дисплей диагональю чуть больше 6 дюймов. Внутри новый процессор, тоже две камеры, но вот оперативной памяти прогнозируют меньше, чем во флагманах. И корпус не стальной, а алюминиевый. Кроме того, есть данные о том, что Apple выпустит какие-то модели айфонов с двумя сим-картами. Но опять же, не по всему миру, а только в тех регионах, где функция востребована. Например, в Индии или Китае. Журналисты ожидают, что стоить аппараты будут так. Цены на более дешевую версию будут начинаться от 700-800 долларов, а на флагманы от 900 за обычную модель и от 1000 долларов за плюс. Большого обновления ждут для часов Apple Watch. Судя по информации, которая текла в прессу, их экраны станут почти безрамочными. А кнопку и колесико управления заменят с физических на сенсорные, как это в своем время произошло с кнопкой «Домой» в седьмом айфоне. Ожидается, что устройство получит более мощный процессор, и, возможно, новые датчики, например, для снятия электрокардиограммы. Не оставили в стороне эксперты-предсказатели и линейку ноутбуков от Apple. В этом году MacBook Air отмечает десятилетие. Многие ждут новой юбилейной версии тонкого и легкого устройства. Впрочем, есть сомнения, что новинка станет частью линейки Air. Предполагается, что этот ноутбук получит ретинодисплей и будет дешевле нынешних Pro-моделей. Небольшие обновления ждут для беспроводных наушников AirPods. Например, шумоподавление, улучшение связи и защиту от воды. Ну и, разумеется, многие надеются на то, что Apple наконец одевит и начале продаж AirPower. Это коврик для беспроводной зарядки айфонов, часов и кейсы для наушников. Его показали еще год назад, но с тех пор так и не выпустили. И последнее, что точно будет на презентации Apple нового, так это еще один канал официальной трансляции. В Твиттере до сих пор посмотреть большую пресс-конференцию в Купертино из-за пределов экосистемы Apple можно было только на компьютере, только с помощью браузера Edge от Microsoft. Но это если не считать, конечно, всевозможных пиратских вариантов трансляции. И вот теперь появился еще один канал, кроссплатформенный. Сообщил о нем, как и положено, официальный аккаунт Apple все в том же Твиттере. Ну а теперь к сюжетам мобильных репортеров. И начнем с истории про российский след в Колумбии. Оставил его спортсмен из Санкт-Петербурга Павел Гугулан. Оставил на стене 12-этажного здания в центре колумбийского Медельина, по которому он, собственно, и забрался на крышу. За 10 минут на крыше его уже ждала полиция. Во-первых, правоохранительные органы в принципе редко приветствуют подобные варианты активного отдыха. А во-вторых, это здание принадлежит местному банку. Впрочем, встреча с полицией, очевидно, входила в планы задерживать Павла Гугулана, на счете после каждого такого восхождения. А совершила у нас уже несколько десятков в 30 странах мира. Мировое турне он начал еще в 2015 году. Ну и любопытное видео из Керчи. Поединок на чемпионате по самбо. Поединок человека и тигра. Ну, точнее, тигрица, разумеется, дрессированный и не агрессивный. Но противостоял большой кошке, профессиональный дрессировщик и укоротитель тигров. Так что потешная схватка больше походила на трогательную возню с игривым котенком.